В департаменте, но лучше не называть в каком департаменте, ничего нет сердите и всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник. Чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется геморроидальным. Что ж делать? Виноват петербургский климат. Что касается дочина, ибо у нас прежде всего нужно объявить чин, то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение, налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака, но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже Шурин, и все совершенно башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю она покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами с собой случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница-матушка, чиновница и очень хорошая женщина расположилась как следует окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в Сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильницы предоставили на выбор любой из трех, какой она хочет выбрать. Мокия, Сосия или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. Нет, подумала покойница, имена-то все такие. Чтобы угадить ей, развернули календарь в другом месте, вышли опять три имени — Трифилий, Дула и Варахасий. Вот это наказание, — проговорил старуха, — какие все имена! Я, право, никогда и не слыхивал таких. Пусть бы еще Вородат или Варух, а то Трифилий и Варахасий. Еще переворотили страницу, вышли Повсикахий и Вахтисий. Ну уж, я вижу, — сказал старуха, — что видно его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий. Таким образом и произошел Акакий Акакевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. И так вот, каким образом произошло все это. Мы привели и потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости, и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент, и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма. Так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет, уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожане только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совала ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите» или «вот интересное, хорошенькое дельце» или «что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитных службах». И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил, имел ли на то право, он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия. Рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его. Спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акаки Акакевич, как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его. Среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился как будто пронзенный и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысенькой на лбу, со своими проникающими словами «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова «Я брат твой!» И закрывал себя рукой бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья. «Как много скрыто свирепой грубости в утонченной образованной светскости, и, Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным!» Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать, он служил ревностно. Нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой, разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его. Некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался, то был сам не свой и подсмеливался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которая выводила перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники. Но выслужил он, как выражались остряки его же товарищи, пряжку в петлицу, да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписывание. Именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место. Дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы с первого лица в третий. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписывания казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье. Вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, выходя из воротничка, казалась необыкновенно длинной. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру. Или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка. К тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь. И оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи, ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами, со всем тем, что не посылал бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно для собственного удовольствия копию для себя, особенно, если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу какому-нибудь новому или важному лицу. Написавшись в сласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне, что-то Бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмя стами жалований умел быть довольным своим жребием и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге, не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советником, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами. Есть в Петербурге сильный враг всех получающих 400 рублей в год жалований или около того. враг этот никто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит отморозу лоб и слезы выступают на глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарования к должностным отправлениям. Акаки Акакевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка. Сукно до того и стерлось, что сквозила и подкладка расползлась. Надо бно знать, что шинель Акаки Акакевича служила тоже предметом насмешек чиновникам. От нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле она имела какое-то странное устройство. Воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачивании других частей ее. Подтачивание не показывало искусство портного и выходило точно мешковатое и некрасиво. Увидевший в чем дело, Акаки Акаки решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Взбираясь по лестнице, ветшей к Петровичу, которая, надо б отдать справедливость, была вся, умощена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, взбираясь по лестнице, Акаки Акакевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акаки Акакевич прошел через кухню, незамеченной даже самой хозяйкой, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашенном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. ноги по обычаю портных сидящих за работой были нагишом, и прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акаке Акакевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи, череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты из три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал, и потому очень сердился на темноту, и даже на самую нитку, ворчав полголоса, не лезет варварка, уела ты меня шельм этакая. Акаке Акакичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился. Он любил что-либо заказывать Петрович тогда, когда последний был уже несколько под куражом, или, как выражалась жена его, осадился сивухой одноглазый черт. В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена плачет, что муж не был пьяный, потому дешево взялся, но гривенник бывало один, прибавишь и делу в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламывать черт знает какие цены. Акакий Акакевич смекнул это и хотел бы, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакевич невольно выговорил «Здравствуй, Петрович». «Здравствуй, желаю, сударь», сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакий Акакевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес. «А я вот к тебе, Петрович, того. Нужно знать, что Акакий Акакевич изъяснялся большей частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительным, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто начавший речь словами «это право совершенно того», а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил. «Что такое?» сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вид мундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалты, петли, что все было ему очень знакомо, потому что было собственно его работы. Таков уж обычай у портных. Это первое, что он сделает при встрече. А я вот того, Петрович, шинель-то, сукно. Вот видишь, везде в других местах совсем крепкое, оно немножко запылилось и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только вот в одном месте немного того, на спине, да еще вот на плече одном немного протерлось, да вот на этом плече немножко, видишь, вот и все, и работы немного. Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головой и полез рукой на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхал в табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головой, потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом заклеенным бумажкой и, натасивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал «Нет, нельзя поправить худой гардероб». У Акаки Акаки при этих словах ёкнул сердце. «А чего же нельзя, Петрович?» сказал он почти умоляющим голосом ребенка. «Ведь только всего, что он на плечах, поистерлась. Ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки». «Да кусочки-то можно найти, кусочки-то найдутся, да нашить-то нельзя, дело совсем гнилое, тронешь иглой, а он уже оно и ползет». «Пускай ползет, а ты-то час заплаточку». «Да заплаточки не на чем положить, укрепиться и не на что, поддержка больно велика, только слава, что сукно, а подуй ветер так разлетится». «Да уж, прикрепи, ну, как же это-ка право того?» «Нет», сказал Петрович решительно, «ничего нельзя сделать, дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе анучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать». Петрович любил при случае кольнуть немцев. «А шинель-то уж, видно, вам придется новую делать». «При слове новую», у Акаки Акакевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки. «Как же новую», сказал он, «все еще как будто находясь во сне. Ведь у меня и денег на это нет». «Да, новую», сказал Сваровским спокойствием Петрович. «Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того?» «То есть, что будет стоить?» «Да». «Да три полсотни слишком надо будет приложить», сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов. «Полкораста рублей за шинель!» вскрикнул бедный Акакий Акакевич, вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса. «Да», сказал Петрович, «еще какова шинель, если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелковой подкладки так и в двести войдет». «Петрович, пожалуйста», говорил Акакий Акакевич, умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов, «как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужило». «Да нет, это выйдет и работу убивать, и деньги попусту тратить», сказал Петрович, и Акакий Акакевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы, и не принимаясь за работу, будучи доволен, что из себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал. Вышед на улицу Акаки Акакевич был как во сне. «Этаково это дело этакое», говорил он сам себе, «я право и не думал, чтобы оно вышло того». А потом после некоторого молчания прибавил «так вот как, наконец, вот что вышло, а я право совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак». Засим последовал опять долгое молчание, после которого он произнес «так этак-то, вот какое уж точно никак неожиданное того этого бы никак этаке-то обстоятельство». Сказавши это, он вместо того, чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогой задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему, целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставив около себя свою алибарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал, «Чего лезешь в самое рыло? Разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собой уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле с самым сердечным и близким. «Ну нет», сказал Акакий Акакьевич, «теперь с Петровичем нельзя толковать, он теперь того, жена, видно, как-нибудь поколоченная, его, а вот я лучше приду к нему в воскресный день утром, он после канунешней субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет так похмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенчик и того в руку, он и будет сговорчивее, и шинель тогда и того». Так рассудил сам с собой Акакий Акакьевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и увидев издали, что жена Петрович куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович точно после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись, но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. «Нельзя», сказал, «извольте заказать новую». Акакий Акакий тот-то и всунул ему гривенечек. «Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье», сказал Петрович, «а уж о пшенели не извольте беспокоиться, она ни на какую угодно снегодица. Ну, вы, шенели, я вам сошью на славу, на этом постоим». Акакий Акакий еще было насчет починки, но Петрович недослышал и сказал, «Уж новую я вам сошью беспременно, в этом извольте положить старание приложим, может быть, даже так, как пошла мода, воротник будет застегиваться на серебрные лапки под оплике». Тут-то увидел Акакий Акакьевич, что без новой шенели нельзя обойтись и паник совершенно духом. Как же в самом деле? На что? На какие деньги ее сделать? Конечно, можно было бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уже размещены и распределены вперед. Треблось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге. Словом, все деньги совершенно должны были разойтись. И если бы даже директор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных определил бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену. Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать, однако все же откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно было бы найти, половина бы отыскалась, может быть, даже немножко и больше, но где взять другую половину? Но прежде читателю должен узнать, где взялась первая половина. Акаки Акакевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанной в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор и таким образом в продолжении нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на 40 рублей. Итак, половина была в руках. Но где взять другую половину? Где взять другие 40 рублей? Акаки Акакевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя по крайней мере в продолжении одного года, изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке. Ходя по улицам ступать как можно легче и осторожней по камням и плитам, почти на цыпочку, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок, как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз приходя домой скидать его и оставаться в одном только демикатоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад. Даже он совершенно приучился голодать по вечерам, но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу. И подруга это была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица из поступков его исчезло само собой сомнение, нерешительное слом все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порой показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли, не положить ли точно куницу на воротник. Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности, один раз переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскликнул и перекрестился. В продолжении каждого месяца он хоть один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна и какого цвета и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, навсегда довольный, возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Против всякого чаяния директор назначил Акаке Акакевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей. Уж предчувствовал ли он, что Акаке Акакевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него через это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца небольшого голодания и у Акаки Акакевича набралось точно около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редко месяц не заходили в лавки применяться к ценам. Зато сам Петрович сказал, что лучшего сукна и не бывает. На подкладку выбрали клинкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид козистей и глинцовитей. Куницы не купили, потому что была точно дорога, а вместо нее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было бы всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что было много стягания, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей, меньше никак нельзя было, все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. это было трудно сказать в который именно день, но вероятно в день самой торжественнейшей в жизни Акаки Акакевича, когда Петрович принес наконец шинель. Он принес ее поутру, перед тем самым временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так стать и шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы, и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился шинелью как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акаки Акакевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело, и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес. Платок был только штат прачки, он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плечи Акаке Акакичу, потом потянул, а садил ее сзади рукой к низу, потом драпировал ей Акаке Акакичу несколько нараспашку, Акаке Акакич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава, Петрович помог надеть ее в рукава, вышло, что и в рукава была хороша, словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз в пору. Петрович не упустил при всем случае сказать, что он так, только потому живет без вывески на небольшой улице и при том давно знает, Акаке Акакич, потому взял так дешево, а на Невском проспекте с него взяли за одну только работу 75 рублей. Акаке Акакич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, каким Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем, Акакий Акакич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель. И несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле две выгоды. Одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте. В швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно каким образом в департаменте все вдруг узнали, что Акаки Акаки новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акаки Акаки начали поздравлять его приветствовать так что тот сначала только улыбался а потом сделать ему даже стыдно когда же все приступив к нему стали говорить что нужно вспрыснуть новую шинель и что по крайней мере он должен задать им всем вечер Акаки Акаки потерялся совершенно не знал как ему быть что такое отвечать и как отговориться он же минут через несколько весь закрасневшись начал было уверять довольно простодушно что это совсем не новая шинель что это так что это старая шинель наконец один из чиновников какой-то даже помощник столоначальника вероятно для того чтобы показать что он ничуть не гордец и знает даже с низшими себя сказал так и быть я вместо Акаки Акакевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай я же как нарочно сегодня именинник чиновники натуральни тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотой предложение Акаки Акакевич начал было отговариваться но все стали говорить что не учить его что просто стыд и срам и он уже никак не мог отказаться впрочем ему потом сделалось приятно когда вспомнил что он будет иметь через то случай пройтись даже вечеру в новой шинели этот этот весь день был для Акаки Акакевича точно самый большой торжественный праздник он возвратился домой в самом счастливом расположении духа скинул шинели и повесил ее бережно на стене налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой и потом нарочно вытащил для сравнения прежний капот свой совершенно расползшийся он взглянул на него и сам даже засмеялся такая была далекая разница и долго еще потом за обедом он все усмехался как только приходило ему на ум положение в котором находился капот пообедал он весело и после обеда уже ничего не писал никаких бумаг а так немножко посиборитствовал на постели пока не потемнело потом не затягивая дело оделся надел на плечи шинель и вышел на улицу где именно жил пригласивший чиновник к сожалению не можем сказать память начинает нам сильно изменять и все что не есть в Петербурге все улицы и дома слились и смешались так в голове что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде как бы то ни было но верно по край мере то что чиновник жил в лучшей части города стал быть очень не близко от Акаки Акакевича сначала надо было Акаке Акакевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее населеннее и сильнее освещены пешеходы стали мелькать чаще начали попадаться и дамы красиво одетые на мужчинах попадались бобровые воротники реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками утыканными позолоченными гвоздочками напротив все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках с лакированными санками с медвежьими одеялами и пролетали улицу визжа колесами по снегу кареты с убранными козлами Акаки Акакевич глядел на все это как на новость он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину где изображена была какая-то красивая женщина которая скидала с себя башмак обнажившая таким образом всю ногу очень недурную а за спиной ее из двери другой комнаты выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой испаньолкой под губой Акаки Акаки покачнул головой и усмехнулся и потом пошел своей дорогой почему он усмехнулся потому ли что встретил вещь вовсе незнакомую но о которой однако же все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье или подумал он подобно многим другим чиновникам следующее ну уж эти французы что и говорить уж ежели захотят что-нибудь того так уж точно того а может быть даже этого не подумал ведь нельзя же залезть в душу человеку и узнать все что он не думает наконец достигнул он дома в котором квартировал помощник столначальника помощник столначальника жил на большую ногу на лестнице светил фонарь квартира была во втором этаже вошедший в переднюю Акакий Акакевич увидел на полу целые ряды калош между ними посреди комнаты стоял самовар шумя и спуская клубами пар на стенах висели все шинели да плащи между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами за стеной был слышен шум и говор видно что уж чиновники давно собрались Акакий Акакевич повесивший сам шинель свою вошел в комнату и перед ним мелькнули в одно время свечи чиновники трубки столы для карт и смутно поразили слух его беглый со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев он остановился весьма неловко среди комнаты ища и стараясь придумать что ему сделать но его уже заметили приняли с криком и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель Акакий Акакевич хотя было отчасти сконфузился но будучи человеком чистосердечным не мог не порадоваться в виде как все похвалили шинель потом разумеется все бросили и его и шинель и обратились как водится к столам назначенным для виста все это фум говор и толпа людей все это было как-то чудно Акакий Акакевич он просто не знал как ему быть куда деть руки ноги и всю фигуру свою наконец подсел он к игравшим смотрел в карты засматривал тому и другому в лица и через несколько времени начал зевать чувствовать что скучно тем более что уж давно наступило то время в которое он по обыкновению ложился спать он хотел проститься с хозяином но его не пустили говоря что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского через час подали ужин состоявший из винегрета холодной телятины паштета кондитерских пирожков и шампанского Акаки Акакевича заставили выпить два бокала после которых он почувствовал что в комнате сделалось веселее однако же никак не мог позабыть что уже двенадцать часов и что давно пора домой чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин он вышел потихоньку из комнаты отыскал в передней шинель которую не без сожаления увидел лежавший на полу стряхнул ее снял с нее всякую пушинку надел на плечи и опустился по лестнице на улицу на улице все еще было светло кое-какие мелочные ловчонки эти бессменные клубы дворовых и всяких людей были отперты другие же которые были заперты показывали однако длинную струю света во всю дверную щель означавшую что они не лишены еще общества вероятно дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толкие разговоры повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания Акаки Акакиич шел в веселом расположении духа даже побежал было вдруг неизвестно почему за какой-то дамой которая как молния прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения но однако он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо подивившись даже сам неизвестно откуда взявшийся рысь скоро потянулись перед ним те пустынные улицы которые даже и днем не так веселы а тем более вечером теперь они сделались еще глуши и уединенней фонари стали мелькать реже масло как видно уже меньше отпускалось пошли деревянные дома заборы нигде ни души сверкал только один снег по улицам да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачушки он приблизился к тому месту где перерезывалась улица бесконечной площадью с едва видными на другой стороне ее домами которая глядела страшной пустыней вдали бог знает где мелькал огонек в какой-то будке которая казалась стоявшей на краю свет веселость Акаки Акаки как-то здесь значительно уменьшилась он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе он оглянулся назад и по сторонам точное море вокруг него нет лучше и и не глядеть подумал и шел закрыв глаза и когда открыл их чтобы узнать близко ли конец площади увидел вдруг что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами какие именно уж это он не мог даже различить у него затуманил в глазах и забилось в груди а ведь шинель то моя сказал один из них громовым голосом схвативший его за воротник а как акакевич хотел было уже закричать караул как другой приставил ему к самому рту кулак величиной в чиновничью голову примолвив а вот только крик ним акакий акакевич чувствовал только как сняли с него шинель дали ему пинка коленом и он упал навзничь в снег и ничего уже больше не чувствовал через несколько минут он опомнился и поднялся на ноги но уже никого не было он чувствовал что в поле холодно и шинели нет стал кричать но голос казался и не думал долетать до концов площади отчаянно не уставая кричать пустился он бежать через площадь прямо к будке подле которой стоял будочник и опершись на свою алебарду глядел кажется с любопытством желая знать какого черта бежит к нему издали и кричит человек Акакий Акакий Акакьевич прибежал к нему начал задыхающимся голосом кричать что он спит и ни за чем не смотрит не видит как грабит человека будочник отвечал что он не видал ничего что видел как остановили его среди площади какие-то два человека да думал что то были его приятели что пусть он вместо того чтобы понапрасну брониться сходит завтрак надзирателю так надзирателя ты ищет кто взял шинель Акакий Акакьевич прибежал домой в совершенном беспорядке волосы которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке совершенно растрепались бок и грудь и все панталоны были в снегу старуха хозяйка квартиры его услыша страшный стугу дверь поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь придерживая на груди своей скромности рукой рубашку но отворив отступила назад увидев в таком виде Акакий Акакьевич когда же рассказал он в чем дело она всплеснула руками и сказала что нужно идти прямо к частному что квартальный надует пообещается и станет водить лучше всего идти прямо к частному что он даже ей знаком потому что Анна чухонка служившая прежде у нее в кухарках определилась к частному в няньке что она часто видит его самого как он проезжает мимо их дома и что он бывает так же всякое воскресенье в церкви молится а в то же время весело смотрит на всех и что стало быть по всему видно что должно быть добрый человек выслушав такое решение Акакий Акакьевич печальный побрел свою комнату и как он провел там ночь предоставляется судить тому кто может сколько-нибудь представить себе положение другого поутру рано отправился он к частному но сказали что спит он пришел в десять сказали опять спит он пришел в одиннадцать часов сказали да нет частного дома он в обеденное время но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось так что наконец Акакий Акакьевич разу жизни захотел показать характер и сказал наотрез что ему нужно лично видеть самого частного что они не смеют его не допустить что он пришел из департамента за казенным делом а что вот как он на них пожалуется так так вот тогда они увидят против этого писаря ничего не посмели сказать и один из них пошел вызвать частного частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели или Акакий 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 однако же многих тронуло решились тут же сделать для него складчину но собрали самую безделицу потому что чиновники и без того уже много истратились подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу по предложению начальника отделения который был приятелем сочинителю и так сумма оказалась самая бездельная один кто-то движимый состраданием решился по крайней мере помочь Акакий Акакий добрым советом сказавши чтобы он пошел не к квартальному потому что хоть и может случиться что квартальный желая заслужить одобрение начальства отыщет каким-то образом шинель но шинель все-таки останется в полиции если он не представит законных доказательств что она принадлежит ему а лучше всего чтобы он обратился к одному значительному лицу что значительное лицо спешась и снесясь с кем следует может заставить успешнее идти дело нечего делать Акакий Акакьевич решился идти к значительному лицу какая именно и в чем состояла должность значительного лица это осталось до сих пор неизвестным нужно сказать что одно значительное лицо недавно сделался значительным лицом а до того времени он был незначительным лицом впрочем место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими еще значительнейшими но всегда найдется такой круг людей для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное впрочем он старался усилить значительность многими другими средствами именно завел чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице когда он приходил в должность чтобы к нему являться прямо никто не смел а чтоб шло все в порядком строжайшим коллегский регистратор докладывал бы губернскому секретарю губернский секретарь титулярному или какому приходилось другому и чтобы уже таким образом доходило дело до него так уж на святой руси все заражено подражанием всякой дразнит и корчит своего начальника приемы и обычаи значительного лица были солидны и величественны но немногосложны главным основанием его системы была строгость 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 и строгость говаривал он обыкновенном и при последнем слове обыкновенно рассмотрел очень значительно в лицо тому которому говорил хотя впрочем этому и не было никакой причины потому что десяток чиновников составлявших весь правительственный механизм канцелярии и без того был в надлежащем страхе завиде его издали оставлял уже дело и ожидал стоя в вытяжку пока начальник пройдет через комнату обыкновенный разговор его с нишами отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз как вы смеете знаете ли с кем говорить понимаете ли кто стоит перед вами впрочем он был в душе добрый человек хорош с товарищами услужлив но генеральский чин совершенно сбил его с толку получивший генеральский чин он как-то спутался сбился с пути и совершенно не знал как ему быть если ему случалось быть с ровными себе он был еще человек как следует человек очень порядочный во многих отношениях даже не глупый человек но как только случалось ему быть в обществе где были люди хоть одним чином пониже его там он был просто хоть из рук вон молчал и положение его возбуждало жалость тем более что он сам даже чувствовал что мог бы провести время несравненно лучше в глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку но останавливало его мысли не будет ли это уж очень много с его стороны не будет ли это фамильярно не уронит не уронит ли он через то своего значения и вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии произнося только изредка какие-то односложные звуки и приобрел таким образом титул скучнейшего человека к такому-то значительному лицу явился наш Акаки Акакевич и явился во время самое неблагоприятное весьма не кстати для себя хотя впрочем кстати для значительного лица значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства с которым несколько лет не видался в это время доложили ему что пришел какой-то башмачкин он спросил отрывисто кто такой ему отвечали какой-то чиновник а может подождать теперь не время сказал значительный человек здесь надо сказать что значительный человек совершенно прилгнул ему было время они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаниями слегка только потрепливая друг друга поляшки и приговаривая так то Иван Абрамыч это кто Степан Варламыч но при всем том однако же велел он чиновнику подождать чтобы показать приятелю человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне сколько времени чиновники дожидаются у него в передней наконец наговорившись а еще более намолчавшись вдоволь и выкурившись сигарку весьма покойных креслах с откидными спинками он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю остановившемуся у дверей с бумагами для доклада да ведь там стоит кажется чиновник скажите ему что он может войти увидевший смиренный вид Акакия Акакевича и его старенький вицмундир он обратился к нему вдруг и сказал что вам угадным голосом отрывистым и твердым которому нарочно учился заранее у себя в комнате в уединении и перед зеркалом еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина Акакий Акакевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость несколько смутился и как мог сколько могла позволить ему свобода языка изъяснил с прибавлением даже чаще чем в другое время чистит того что была шинель совершенно новая и теперь ограблен бесчеловечным образом и что он обращается к нему чтобы он ходатайством своим как-нибудь того списался бы с господином оберполицмейстером или другим кем и отыскал шинель генералу неизвестно почему показалось такое обхождение фамильярным что вы милость вы государь продолжал он отрывист не знаете порядка куда вы зашли не знаете как водятся дела об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию она пошла бы к столоначальнику к начальнику отделения потом передана была бы секретарю а секретарь достал бы ее уже мне но ваше превосходительство сказал Акакий Акакевич стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа какая только в нем была и чувствуя в то же время что он вспотел ужасным образом я ваше превосходительство осмелился утрудить потому что секретарь того ненадежный народ что 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 сказал значительное лицо откуда вы набрались такого духу откуда вы мыслей таких набрались что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших значительное лицо кажется не заметил что Акаке Акакевичу забралось уже за 50 лет стало быть если бы он и мог назваться молодым человеком то разве только относительно то есть в отношении к тому кому уже было 70 лет знаете ли вы кому это говорите понимаете ли вы кто стоит перед вами понимаете ли вы это понимаете лета я вас спрашиваю тут он топнул ногой возведя голос до такой сильной ноты что даже и не Акаке Акакевичу сделалось бы страшно Акаке Акакевич так и обмер пошатнулся затрясся всем телом и никак не мог стоять если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его он бы шлепнулся на пол его вынесли почти без движения а значительное лицо довольны тем что эффект превзошел даже ожидание и совершенно упоенной мыслью что слово его может лишить даже чувств человека искосо взглянул на приятеля чтобы узнать как он на это смотрит и не без удовольствия увидел что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх как сошел с лестицы как вышел на улицу ничего уже этого не помнил Акаки Акакевич он не слышал ни рук ни ног в жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом да еще и чужим он шел повьюги свистевший в улицах разинув рот сбиваясь с тротуаров ветер по петербургскому обычаю дул на него со всех четырех сторон из всех переулков вмиг надуло ему в горло жабу и добрался он домой не в силах будучи сказать ни одного слова весь распух и слег в постель так сильно иногда бывает надлежащее распекание на другой же день обнаружилось у него сильное горячко благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее чем можно было ожидать и когда явился доктор то он пощупавший пульс ничего не нашелся сделать как только прописать припарку единственное уж для того чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины а впрочем тут же объявил ему через полтора суток непременный капут после чего обратился к хозяйке и сказал а вы матушка и времени даром не теряйте закажите ему теперь же сосновый гроб потому что дубовый для него дорог слышал ли Акакий Акакевич эти произнесенные роковые для него слова а если и слышал произвели ли они на него потрясающие действия пожалел ли он агримычный своей жизни ничего этого неизвестно потому что он находился все время в бреду и жару явления одно другого страннее представлялись ему беспрестанно то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров которые чудились ему беспрестанно под кроватью и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла то спрашивая зачем висит перед ним старый капот его что у него есть новая шинель то чудилось ему что он стоит перед генералом выслушивая ненадлежащее распекание и приговаривает виноват ваше превосходительство то наконец даже сквернохульничал произнося самые страшные слова так что старушка хозяйка даже крестилась отроду не слыхав от него ничего подобного тем более что слова эти следовали непосредственно за словом ваше превосходительство далее он говорил совершенную бессмыслицу так что ничего нельзя было понять можно было только видеть что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели наконец бедный Акаки Акакевич испустил дух ни комнаты ни вещей его не опечатывали потому что во-первых не было наследников а во-вторых оставалось очень немного наследств именно пучок гусиных перьев 10 белой казенной бумаги 3 пары носков 2-3 пуговица оторвавшись от панталон и уже известный читателю капот кому все это досталось бог знает об этом признаюсь даже не интересовался рассказывающий сию повесть Акаки Акакевича свезли и похоронили и Петербург остался без Акаки Акакевич как будто бы в нем его и никогда не было исчезло и скрылось существо никем не защищенное никому недорогое ни для кого не интересное даже не обратившие на себя внимания естествонаблюдателя не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп существо переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу но для которого все ж таки хотя перед самым концом жизни мелькнул светлый гость в виде шинели ожививший на миг бедную жизнь и на которое также потом нестерпимо обрушилось несчастье как обрушивается оно на главы сильных мира сего несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож с приказанием немедленно явиться начальник где требует но сторож должен был возвратиться ни с чем давший отчет что не может больше прийти и на запрос почему выразился словами да так уж он умер четвертого дня похоронили таким образом узнали в департаменте о смерти Акаки Акакиевича и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком а гораздо наклоннее и косее но кто бы мог вообразить что здесь еще не все об Акаке Акакевиче что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти как бы в награду за непримеченную никем жизнь но так случилось и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание по Петербургу пронеслись вдруг слухи что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающей со всех плеч не разбирая чины и звания всякие шинели на кошках на бобрах на вате енотовой лиси медвежьи шубы словом всякого рода меха и кожи какие только придумали люди для прикрытия собственной один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакевича но это внушило ему однако ж такой страх что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть а видел только как тот издали погрозил ему пальцем со всех сторон поступали беспрестанно жалобы что спины и плечи пускай бы еще только титулярных но даже и надворных советников подвержены совершенной простуде по причине частого сдергивания шинели в полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало живого или мертвого и наказать его в пример другим жесточайшим образом но мы однако же совершенно оставили одно значительное лицо которое по-настоящему едва ли не было причиной фантастического направления впрочем совершенно истинной истории прежде всего долг справедливости требует сказать что одно значительное лицо скоро по уходе бедного распеченного в пух Акаки Акакевича почувствовал что-то вроде сожаления сострадание было ему не чуждо его сердцу были доступны многие добрые движения несмотря на то что чин весьма часто мешал им обнаруживаться как как только вышел из его кабинета приезжий приятель он даже задумался о бедном Акаке Акакевиче и с тех пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакевич не выдержавший должностного распекания мысль мысль о нем до такой степени тревожила его что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать что он и как и нельзя ли в самом деле чем помочь ему и когда донесли ему что Акакий Акакевич умер скоропостижно в горячке он остался даже пораженным слышал упреки совести и весь день был не в духе желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление он отправился на вечер к одному из приятелей своих у которого нашел порядочное общество а что всего лучше все там были почти одного и того же чина так что он совершенно ничем не мог быть связан это имело удивительное действие на душевное его расположение он развернулся взялся приятен в разговоре любезен словом провел вечер очень приятно за ужином выпил он стакана два шампанского средства как известно недурно действующие в рассуждении веселости шампанское дать но но значительное лицо совершенно впрочем довольны домашними семейными нежностями нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его но такие уж задачи бывают на свете и судить об них не наше дело и так значительное лицо сошел с лестницы сел в сани и сказал кучеру Каролине Иване а сам закутавшись весьма роскошно в теплую шинель оставался в том приятном положении лучше которого и не выдумаешь для русского человека то есть когда сам ни о чем не думаешь а между тем мысли сами лезут в голову одна другой приятней не давая даже труда гоняться за ними и искать их полной удовольствии он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера все слова застающих хохотать небольшой круг многие из них он даже повторял полголоса и нашел что они все так же смешны как и прежде а потому не мудрено что и сам посмеивался от души изредка изредка мешал ему однако ж порывистый ветер который выхватившись вдруг бог знает откуда и невесть от какой причины так и резал в лицо подбрасывая ему туда клочки снега хлопуча как парус шинельный воротник или вдруг с неестественной силой набрасывая ему его на голову и доставляя таким образом вечные хлопоты из него выкарабкиваться вдруг почувствовал значительное лицо что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник обернувшись он заметил человека небольшого роста в старом поношенном вицмундире и не без ужаса узнал в нем Акаки Акакевича лицо чиновника было бледно как снег и глядело совершенным мертвецом но ужас значительного лица превзошел все границы когда он увидел что род мертвеца покривился и пахнувши на него страшно могилой произнес такие речи А так вот ты наконец наконец я тебя того поймал за воротник твоей тошенели мне и нужно не похлопотал об моей да еще и распек отдавай же теперь свою бедное значительное лицо чуть не умер он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом пошел во весь дух домой кучер услышавший голос который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим упрятал на всякий случай голову свою в плечи замахнулся кнутом и помчался как стрела минут в шесть с небольшим значительное лицо уже был перед подъездом своего дома бледный перепуганный и без шинели вместо того чтобы к королине и ванне он приехал к себе доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо ты сегодня совсем бледен папа но папа молчал и никому ни слова о том что с ним случилось и где он был и куда хотел ехать это происшествие сделало на него сильное впечатление он даже гораздо реже стал говорить подчиненным как вы смеете понимаете ли вы кто перед вами если и произносил то уже не прежде как выслушавшись сперва в чем дело но еще более замечательно то что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника мертвеца видно генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам по крайней мере уже не было нигде слышно таких случаев чтобы сдергивались кого шинели впрочем многие деятельные заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали что в дальних частях города все еще показывался чиновник мертвец и точно один коломенский будушник видел собственными глазами как показалось из-за одного дома привидение он не посмел остановить его а так шел за ним в темноте до тех пор пока наконец привидение вдруг оглянулось и остановясь спросила тебе чего хочется и показала такой кулак какого и у живых не найдешь будушник сказал ничего да и поворотил тот же час назад привидение однако же было уже гораздо выше ростом носила приогромные усы и направив шаги как казалось к обухову мосту скрылась совершенно в ночной темноте м они м не все Продолжение следует...